Там, где должна быть трава и цветы, строительный мусор, а между незаконными горожанами и вдоль дороги мусор бытовой. И такая картина в микрорайоне Мамайка практически на каждом шагу. Впечатление такое, замечают члены комиссии, что местные жители к этому уже привыкли. И менять ситуацию, а точнее требовать от своих управляющих компаний качественно выполнять работу, за которую платят деньги, не хотят. У этих управляющих компаний нет машин, которые должны чистить тротуары. У этих управляющих компаний нет машин, которые должны помыть эту дорогу. Между тем, каких-то полгода назад здесь была сделана генеральная уборка. Почистить свои дворы призывали местных жителей. Но в итоге муниципалитету пришлось проводить эту работу своими силами. Ко дню города микрорайон было не узнать. Не узнать его и теперь. Но претензии к такой антисанитарии у муниципалитета не столько к жителям, сколько к управляющим компаниям. Именно они должны следить за порядком на вверенной им территории. Вам должно быть понятно, что мы сейчас насоставляем протоколом. И те компании, которые будут иметь претензии, а это протоколы невыполненных работ, они лицензию не получат. Как следствие, 1 марта жителям Мамайки придется искать новые управляющие компании. Но в администрации уверены, при таком отношении собственников квартир к санитарному состоянию прилегающих территорий, коммунальную службу, готовую за небольшие деньги следить за порядком в этом микрорайоне, они вряд ли найдут. Вывод только один. Как в частном доме. Если хозяин хороший, он его вычищает. Если говорить о микрорайоне в целом, то за последнее время муниципалитет вложил в него немалые средства. Была отремонтирована улица Крымская. Заменены ветхие коммуникации. Сейчас завершается благоустройство набережной вдоль реки Псахе. Меняться к лучшему Мамайка будет и дальше, говорят в администрации. Но и ее жители, конечно, должны изменить свое отношение к чистоте и порядку вокруг своих домов. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова